Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возможно... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, нет. Вот у тебя сначала Сухой ветер гонит кривые вихри по дороге впереди путника идущего вам навстречу Вы успокаиваете, Николая. Этот торговец с заговорами вам давно знаком У меня найдешь ты, дева. Знание и разумение твоей книги и всякой мудрости Сбросить умение Да не, не, мужик, мне ничего не надо Мудрость что таится в черных страницах Надо пишите, напишите в комментариях, что такое сбросить умение Пишите, пожалуйста, в комментариях, что такое сбросить умение Правда Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине деревни В галпце заброшенной избы в углу притаилась пыльная корчага Только вы беретесь за старую посудину, как являются бесы Похоже, вместе с кладом тут осталась и охрана Давай в карту Так, у нас с вами что там? А, черви? Let's go Кажется, вы сражаетесь с опасными соперниками Вы чувствуете, что ваш противник владеет искусством колдовского дурака Это значит, что ваш враг может преображать простые карты в козыри В самый неподходящий момент, будьте осторожны Хорошо Опа Что сейчас было? Я все видел Что, он берет что ли? Восьмерка Восьмерка Черви у тебя? А, да Ну ладно, челик Давай Восьмерка И Продолжение следует... 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 Бойкая молодая река вгрызла с песчаный берег, образовав высокий вал над шумящей водой. Рядом виднеется странный черный силуэт, который сидит и копошится в воде. Вы чувствуете, что это не дух, но и не совсем обычный человек. Когда вы приближаетесь, то видите ее родивую с отталкивающей улыбкой. Колдунья да солдат. Вот так парочка. Барин да сударочка. Бог в помощь. Эта дорога до Слободы-то ведет. Эта, это. Ха-ха-ха-ха. Че это вы туда след положили, а? Ты, бабка, может, друга моего видала, охотника. Трофимом звать. Слыхала, что пропал. Но ничего, ничего. А я с ним и не виделась. Так уж и не разговаривала. Говаривала. С белых комаров и не видала. Он охотник, вот по лесам-то и ходит. А ты, бабка, че тут делаешь в такое-то время? Так че теперь воды не лакнуть, если ночь-то не до вас мне, не до вас! Женщина внезапно вскакивает и с завидной скоростью скрывается среди зарослей. Странная баба. Аж до мурашек. Она тоже Векша? Или из бесов? Да нет, не похоже. Но я тоже че-то неладное почуяла. Ну, Слобода уже близко. Ну, let's go туда. В засыпающей деревне мало кого встретишь, но Николай с усердием принимается за дело. Вы оглядываетесь вокруг. Все еще открыта торговая лавка, похоже, благодаря кабачному пристрою. На горизонте чернеют угрюмые стены хвойных лесов. Сюда! Ааа, да. Нет. Вот такое. Интересно. Не, пока ты упаковать не будем. Сюда, как ты? Уж пропал ты давно. С неделю или две уже. Ходили, искали. Упал в тот какую. Упокой, Господь его душу. Ну, ну, еще может отыщиться. Дай ты бог. А раньше он не пропадал? Чтоб среди лет-то такого не было. Ну, в сезон-то надолго уходил, это понятно. А сейчас? Загадка. Не пьющий ведь ничего. Видели, как он с Лукерьей юродивой все говорил. Да пропаж-то. Да и ее расспрашивали. А она ничего не знает. Че с нее взять-то? Несчастья у нее были. Да к умам и поехала. Ммм. Что с ней случилось-то? Да обычная девка и была поначалу-то. А потом и муж помер, и дитя их следом. С тех пор помешалась совсем. Из деревни ушла, на болоте избушку слепила. Только милостыня и живет нынче. Да иди нахуй. Где ее искать? Она живет в болотах, на север отсюда. В покосившемся домишке. Я-то не был. Ну, говорят так. Пади, отыщи. Только я бы на вашем месте подальше от этих болот держался. Мрачное место. Мы-то редко там бываем. Только если кто на Янидор срезать решит. О чем она говорить-то могла с Трофимом? А бес ее знает. Сами расспросите. Мы встретили на дороге бабу одну страшную. То лукерья была. Кто еще-то? В деревне-то не без изъяна. У нас вот лукерья. Влазно. Расскажи про болота ваше. Так вот, болотами Касьяна зовутся. Уж и не знаю, что за Касьян. Думаю, это от того, что дорожки по ним косые. На них и заплутать недолго. Помнишь, Коля, баба-то так говорила, что не видела Трофима. Ну, верно. Что-то неладно. Пойдем к ее избушке. Хозяйку расспросим. Погоди-ка, ты не из надких лей? Может, родник наш изладишь? На запад отсюда. Пошепчешь или что? Испортился. А каким был? Его сейчас собачьим зовут. Ладно, спасибо за помощь, мужик. Будем там, так заглянем. Помогай, Господь. Давай поможем. Поток воды с тихим журчанием вырывается из заросшего луговой травой склона и спускается по деревянному желобу к косому помосту, теперь забытому и прогнившему. Вы чувствуете старое чудское колдовство поблизости и невольно сжимаете корешок книги. Ориентируясь по наитию, вы заглядываете под помост и, верно, прямо на вас глядит чудской божок, которого родник вынес из-под земли. Похоже, слободских крестьян от этого источника отпугивает старинная магия. Вы протягиваете руку и берете бронзовую богиню кончиками пальцев, но едва вы начинаете тянуть ее к себе, как вас хватает мохнатая лапа. Старый артефакт охраняют чудские духи. О-о-о, добрый вечер. О-о-о, добрый вечер. Эшмало, ну вот. Добрый вечер. Так, где тут? Вот это сюда, нам такое нам. Ну, вот, гол. Сражение головоломки, что? В сражении головоломках вам дается специальный набор слов в черной книге, с помощью которых не будем одолеть противостоящих вам бесов. Вы можете посмотреть всю колоду, нажав на черную книгу внизу. Экрана, я вам с числами, или на пяти эра. Говорю головоломки, не действует задеты. А, во время головоломок, не действует надеты приметы, получится с новым уровнем умения. А-а-а-а, да. Отбой крада колода. Что у нас там? Говороломка. Давай вот так вот. Вот так вот, наверное. И вот так вот. А его пусть и вот этого. А-а-а-а. Сюда. Ребят, ну за такое надо лайк, подписочку оформить. А это вот с первого раза, слушай. С первого раза. Лайк 100% поставьте, подписку 100% на не оформить. Я тебе базар, и я тебе говорю. Спасибо огромное это делать. Реально огромное спасибо тебе это делать. Так, жест, люто. Блин, мне надо лучше это возьму. Болотная вода угрожающе поблескивает острыми звездами ночного неба. Николай идет впереди, умело выбирая кочки и сухие переходы. Говорит, ему на службе и не по таким болотам приходилось перебираться. В предрассветном тумане вы вскоре находите избушку. Черные окна глядят на вас, как глазницы мертвеца. Вы прячетесь возле дома. И все погружается в гнетущую тишину. Хозяйка не заставила ждать. Вскоре появляется крадущийся силуэт. Николай пытается схватить ее, но теряет равновесие и падает. Юродивая же с поразительным проворством устремляется в сторону леса. Опа! Это что такое? Хоть вы в потемках и потеряли ее родивую изведу, Николай ведет по ее следу так же верно, как если бы вы шли за ней среди белого дня. Вы ступаете под густые ветви неприветливого леса и замираете. Впереди раздается жуткий хруст, словно разламываются сухие кости покойника. В роще вас встречает огромный бес. А, ну так. Чего? Кого? Принут наносит 999. Ооо. Ты это видишь? Просто косарь, лжение порчу косарь. 26, да, у него. 5 головоломка. 5 головоломка. Голова ломочка. А-а-а-а. Блин, ну вообще, хорошего, 26, 24, 5. Попробую дать бы. Сейчас. Ты есть, будешь? Нет. Значит, эффект снова увеличится на одно, за каждое другое слово того же цвета. Ага. Ну, по-хорошему, в общем. Сейчас. Да, пробовал вот так вот с тобой. я думаю сейчас не получится 6 встает на все б.б. подожди два хода у нас с тобой есть правило так сделать хорошего хорошего так правильно сделать вот так вот а чё с книгой да да е-мое подожди тем где же были бы вот такие хорошие вот у меня пятерка и здесь как он называется пил одна штука есть пупупу а давай какой пропустит заражение ты чё так смотри пятерочки не дала здесь но вот так сто процентов мы делаем вот так вот далее хотя нет ни один неправильно этому мы все правильно девочек с тобой вот так вот мы делаем вот так вот это по-хорошему так делается теперь остается все какие 20 мальчик ты чего вот так вот да нет ну это нереально за чё нереально вообще все нам было сейчас будет хотя бы в потемках и потеряли и юродивую изведу николай ведет по ее следу также верно как если бы вышли за ней среди белого дня вы не приветливого леса и замираете впереди раздается жуткий хруст словно разламываются сухие кости покойника в роще вас встречает огромный бес вот этого нам нужно это нет подожди смотри не уберечь и того рот не уберечь не уберечь не уберечь а если вот так мы сделаем подожди а а а а ну тут только вот так вот если вот так вот вот так вот тебе мальчик вот так вот и вот так наверно добивать наверно так вот правильно это направилось все сделала так вот и вот так но и вот так вот вот так вот вот так вот все добрый вечер удак то решается жесть жесть это жесть не трожьте моё детятка иисусова войско она чё думает это ее ребенок вон из леса я вас не звала и знать не желаю колдуны и проклятые неужели она умом тронулась или это неспроста что за нечистого мы повстречали может с лешим дружбу водит нет не похоже господи она вырастила своего подменыша до таких размеров что он уж скоро больше самого леса станет все ясно на обычной то еде так не вырастет это ты подменыш проклятая векша где трофим баба ты спалашная коля посмотри вокруг она кормила нечистого заманивала сюда людей детятка есть просит да его нужно кормить растить ляльку проклятая баба я тебе покажу как православный лед морить погоди давай все разузнаем откуда подменыш то нет тут никакого подменыша это моя девочка моя лукерюшка вспомним и может тебе помочь то сможем лукерюшка тихо тихо скоро они уйдут поспишь чуток от нее не узнаешь ничего да и девку ее мы вряд ли найдем сколько годов то надо чтоб он так вымахал сколько страшной пищи ой и думать не хочу отойди в сторону мы изгоним этого нечистого себя изгони векша гадкая оставьте нас в покое с моей лукерюшкой прочь прочь мы не можем так этого черта оставить он глядишь и слободу и пантину скоро пожрет ничё спали я должен это сделать за трофима ну-ка брысь прочь 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 и и поди оттащи он совсем отнялся я так думаю она тоже в смерти друга виновата и кто знает в скольких еще должна поплатиться за свои злодейства мы так не можем мы же не палачи какие что нет ты права василиса чуть грех не взял внезапный рывок не суждаем суждаем николай тщетно пытается вырвать несчастную из огненной ловушки через несколько мгновений она уходит в мир иной вслед за своим возлюбленным подменышем да я рад что с этим бесом покончено но чё-то жуть берет это сколько таких страшных бесов то у нас в уезде немало дружок немало думаешь почему мы тут колдуны то а чтобы помогать простым людям от нечистого спасать фу надо мне дух перевести пойду-ка домой отсыпаться эх трофим трофим ну мы той деревне то помогли так это у школе не сомневайся спасибо тебе василиса если чё так я всегда не сумлевайся спасибо тебе васька что в беде не оставляешь о егор о господи иисус застал тебя на месте то я уже не при делах вон василису упрашивай ох да что ж за жизнь у нас такая то голод то война ну ничего пока молочко хоть корову дает о чем бишь я припозднился я шел по баневской то дороге там поза речкой темно страшно а тут как застучит и пронеслось чё-то мимо как вихрь с божьей помощью добрался ладно посмотрю что там за бесы да что мне до бесов то ты меня заговори от окаянного фу на тебя чуть-чё не знаешь что лучше крестного знамени нет ладно уж пошепчу раз пришел ох спасибо матушка что лоб я не знаю 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 что лоб я не вот это прокачаю ну с гучер тенистый овраг усеян разнообразными травами среди прочей растительности выделяется один красивый цветок он ярко-красный хорошо виден даже в лунном свете вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью рывок и вот в ваших руках ценная трава адамова голова вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь проходя мимо небольшой березовой рощи вы замечаете золотые цветки терлич травы вся земля меж берез усеяна ею словно золотым покрывалом задержав дыхание вы отвешиваете 6 поклонов поднимаете взор и видите лишь один цветок остальные скрылись неведомо куда вы осторожно срезаете растения и убирайте его в свою сумму интересно смотри нам дают вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь с маринам что дает интересно для босса для босса дают впереди вы замечаете глубокие человеческие следы с дожди или они или просто прошелся кто-то грузный понять сложно тем не менее вы ощущаете неявную тревогу когда приближаетесь к ним вы подходите ближе и осматриваете следы теперь понятно почему вы тревожились еще стоя поодаль каждый след светится тусклым синим колдовским светом который виден только знающим людям таким как вы какой-то колдун насадил на эти следы одного из своих чертей чтобы он портил проходящий народ вы окончили чтение заговора из следов с душераздирающими криками вылетают черные вихри бесов и исчезают в ночном небе вы чувствуете как растет сила черной книги одиноко и страшно на ночном пути вокруг лишь неприветливая тишина прерываемая размеренным звуком ваших шагов у старых могил на роста не нет подношений липовень как липовень к чуть-чуть наш слышите стук колес разрываю тишину ночного тракта на части впереди виднеется силуэт повозки которая движется в вашу сторону телега нагружена скошенными колосьями хлеба вы выкрикиваете приветствие и повозка останавливается неподалеку извозчик пристально смотрит на вас возить не перевозить вам благодарим покорно далеко ли с хлебами едете да не шибко тоже там скоро окажешься не ходи вокруг да около где это место да тут чуть севернее только там пожарче потеплее чем вчера не вашей что-то ты все вокруг да около ходишь сказывай давай куда хлеб ты везешь долго разговоры говорить до встречи колдунья вы не успеете глянуться как извозчик ударяет по воде ими скрывается во мраке вы пожимаете плечами остается только продолжить путь ну среди ветвей вы замечаете блеск бесовского взора видимо черти решили подкараулить случайных прохожих николай идет первым делая вид что не замечает нечистого только на него нападает без как он хватает его и бросает с обрыва остается разделаться с оставшимися чертями это кто еще наш ну а вот с горшком вот стога рюда там тебя ну а погнали 2 3 4 не почувствовал даже не почувствовал вообще пестрая толпа коробейников устроила небольшую ярмарку рядом с деревней некоторые торговцы действительно засиделись допоздна возможно вам повезет и среди их разномастных товаров вы найдете что-то нужно давай я большой покупай добро и тра а 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 мудрость войдет в сердце твое чего вот ты мне нужно а уж ты мне нужно а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали, я вроде закупился, все хорошо, прям. Кажется, вас давно ждали. У этих крестьян кто-то испортил корову, и она перестала давать молоко. Вы пытаетесь вспомнить, не ваших ли рук это дело. Так или иначе, вы шепчете нужные заговоры. Теперь со скотиной все будет в порядке. Благодарные хозяева дают вам свежего хлеба и горшочек меда. Дверь в заброшенную баню отворяется с пронзительным скрипом. Старое здание не издает ни звука в ожидании предстоящего обряда. Вам остается только гадать, как пройдет ритуал. Вы вспомнили несколько подходящих заговоров, но ни один из них не был создан специально для вызволения подмененных. Вам остается только с замиранием сердца взглянуть в неизвестность, мрачную, как черное нутро каменки. Это да. Так, новая бличка какая-то там появилась. Это я знаю, что у меня здесь появилось. О, как хорошо. Как хорошо. Как хорошо. Прямо. О, как хорошо здесь. Так. Держите, ребята. Поехали. Весь ее образ словно подернут дымкой. Что происходит? Мы не понимаем тебя. Девушка зажимает рот ладонью. Она явно в отчаянии. Из ее пустых глазниц текут слезы. Вы шепчете один из старых заговоров, и, наконец, ее слова становятся понятны. Голос раздается, словно издалека. Во мраке банница ютится, не отпуская проклятых детей. И печи огонь и кипяток, что кожу сдирает. К ее владениям ключи. Я третье слева. И мое все то, что окрашено крови цветами. И помните, что... Девушка не успевает окончить фразу. Ее образ подхватывают языки пламени и клубы пара. Полки опрокидывает разверзшаяся пасть портала в тонкий мир. А ну-ка, ну-ну-ну-ну-ну. Босс, давай, давай, босс. От входа под полок тянет нестерпимым жаром. Вы уже встречали подобные врата в тот миг, когда вошли в пасть адской собаки. В этот раз рядом с вами нет деда Егора. Как нет и уверенности в том, что вы сможете вернуться. Вы бросаете взгляд на бледное лицо Николая, наказываете ему ждать в бане и шагаете внутрь. Ну, лотс гоу. Весь мир вспыхивает ослепляющим жаром. Вам уже знакомо это чувство междумирья, но даже в третий раз оно подхватывает вас, как внезапный вихрь, и беспощадно бросает о землю. Вы приходите в себя в звенящей тишине, и замечаете рядом Николая. Он тоже оглушен перемещением, но сознание уже возвращается к нему. Кажется, он не послушался вашего показания. Угу, я хочу спросить, что он тут делает. Коля, ты в порядке? Я же сказала тебе ждать в бане. Так это, не могу же я тебя одну-то бросить. Я, кажется, с собой справился. Ну, вместе-то, может, и лучше будет. Ладно, обратно путь закрыт. За мной держись. Ишь, боевая ты девка. Давай сама за мной держись. Главное, живым останься. Опа. Добрый вечер. Ну, понятно, сквозь текстуру ходим. Так, как там девка сказала? И печь, и огонь, и кипяток, что кожу сдирает. К её владениям ключи. Вы продолжаете путь вглубь владения Абдирихи. За вами плетётся Николай, то и дело встревоженно озираясь. Вам тоже неспокойно. Боязнь оправдана. Вдруг перед вами возникает пара чертей. Да, ну. А, да. Мальчик, ты уверен, что ты хочешь? 18, 15. Раз. Два. Таис. Четыре. Пять. Не, не, это я ставлю. Ну, всё, БДМ. До свидания. Поверженные черти исчезают среди густых теней подпола. Вы двигаетесь дальше по мрачным переходам подземелья. Николай следует за вами. Вы замечаете, что он сжимает крест, который вы взяли уикотницы. Он трубку курит. Осужден такой. На его дрожащей руке побелели, но глаза полны решимости. Он трубку, он смотри, фигачит. Ожидаем. Осуждаем, осуждаем. Одни тесные коридоры сменяются другими. Чем ниже вы спускаетесь под полог, тем тяжелее дышится. Ваш путь освещают только тлеющие угольки и скудные лучи, забрежевшего где-то вверху в мире людей рассвета. Кажется, что дороги этой не будет конца, но внезапно перед вами возникает черный силуэт. Кто там прячется во мраке? Мы чуем, чуем, чуем! Весь жизнь и смрад мы с вас отмоем. И с кожей вместе сымем вонь. Здравствуй, банница староста. Ты уж пусти нас под полог свой. Выслушай нас, баннушка. Напросились. Я тут хозяйка. Не указ ведь нам, не указ. С чем пришли вы под полог? Мы по хорошему делу, на сватовство. У меня жених, у тебя невеста. Нельзя ли свести в одно место? Нет. Нет под полком невест, только угли. Угли тлеют, старые кости греют. Ага. А руку кто мне ожег? Уголь как пятерня? А, Марка! Марка! Печать на двани! Узнала! Догадалась! Ну, давай нам девку, знаем, что тут она. Ладно, будь по вашим. Покажем вам невесту. Да ни одну, ни одну. Выбирайте свою. А не ту найдете, наши станете. Наши. Волосы награбли, намотаю кожу, сдеру. Третья слева, она сказала. Третья слева. Третья слева, это... Ну, раз, два, три, ты справа налево, и сейчас слева направо, раз, два, три. Выбрали, выбрали, выбрали. Невесту выбрали. Выбрали, да не ту. Да ну. Не ту. Не ту. Наши правильно, это-то подумал. Теперь и вам надежды нету. Сейчас я вас и задавлю. Ты обещала отдать нам невесту. Отдам, отдам. Отдам, как кожу сниму. Наши правильно подумал. Оооо. Призываешь другу, нечить. Он нечат. У-у-у. Да. а малой 16 слабоватенько мать что прям ты прям слабоватенько а добрый вечер здравствуйте до 3 мы ответили на все твои загадки теперь девку отпускай но я посмотришь 16 сейчас будет вольна это что у нее 1, 2, 3 мнение у как хорошо очень хорошо сейчас было по чуть-чуть мы снова устанавливаем вот так сделаем так хорошо еще раз то же самое будешь ладно ок вон отсюда отпусти невесту и мы уйдем сейчас по мне нужно прям хорошенько пройтись м-м-м-м-м а Продолжение следует... 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 Или выдержать? Ну, будто приснилось всё. Тоже я себя так чувствовала, когда в первый раз в мире тонком побывала. И я себя чувствую, словно всю жизнь спала. Слышала я, что подменённые много чего от окаянного узнают. Это правда. Учила меня банница. А чтоб запоминали лучше, уголь ями погоняла. Ну, ничего. Зато много чего знаю. Как колдунья? Ну, может, и не как колдунья. Куда мне до вас? Ну, кое-что в головёнке-то есть. Про травы, талисманы, да чё да. Может, и тебе что пригодится из знаний моих. С тобой-то ещё дети другие росли? Росли. Да не все выросли. Тех невест, что вы видели, обдериха из углей состряпала. А бывали и другие. Коля роженица в бане проклянёт дитя своё или не напросится кто, так банница тут же пыталась к себе заманить. В руках своих вечно угли крутила в форме коников да петушков. Это чтоб дитё к ней подошло, а она его тут же изгробастала. Где другие-то дети сейчас? Да кто и оно, что не все доживают. Кого черти удавят? Кто от тоски помрет? И друзья у меня были. Да, грустненько. Хорошо в человеческой избе-то оказаться. Классно. Что, озвучили? Путь уж скоро. После поговорим. Ох ты, блядь. ну ладно в этой серии откроем с тобой печать очень длинная серия будет очень длинная мороз пробегает по вашей коже признак присутствия нечистой силы какова твоя мудрость нисходящие свыше из леса доносятся громкие крики младенца блазнит ли это нечистая сила или в чаще действительно какой-то ребенок сказать невозможно вы обнаруживаете беззащитного младенца лежащего в раздвоенном дереве между стволами на ветвях лежат подношение лешему похоже крестьяне оставили своего ребенка в надежде что он излечится от стени как правило они оставляют дитя на несколько дней зная что леший не поможет а у ребенка мало шансов пережить даже эту ночь вы начинаете думать что делать вы приносите младенца в ближайшую деревню ну вам везет вы находите его родителей объясняете чем опасно такое лечение и наказываете прийти за советом и травами родители испугались кажется они усвоили урок угу кажется знахарка ожидала вашего появления не иначе как у своих чертей наворожила вся изба колдуньи увешана ароматными сушеными растений похоже здесь вам удастся купить полезные травы чего пряники то распродала уши дальше среди ветвей вы замечаете знакомый силуэт деревянной церкви вы решили зайти внутрь и немного отдохнуть от тяжелой дороги подойдя ближе вы понимаете что церковь уже давно заброшена в стенах видны разломы черные как глазницы мертвеца а окна заколочены любопытство берет вверх и вы толкаете дверь заросшую мхом проходит мгновение прежде чем ваши глаза привыкают к мраку старое здание наполнено торжественной тишиной кажется в этом месте осталась сила прошлых служений вы осматриваетесь и вскоре находите забытый кем-то кошелек с золотыми рублями вы забираете кошелек и собираетесь продолжить путь вы вдыхаете прохладный воздух ночная тишина окутывает вас черным покрывалом вы оглядываетесь вокруг только замерзшие в ожидании рассвета деревенские усадьбы на окраине вы замечаете кривую тень заброшенной избы внутри вы видите покосившуюся дверь в голбец а за ней чернильный погреб вы заглядываете в него подполье давно завалило землей и досками так чё там это скопает хе-хе-хе Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я буду это хачнул Субтитры сделал DimaTorzok Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиденок. Быть может, стоит остановиться и немного послушать? Вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Ночные тракты Пермской губернии далеко не самое безопасное место даже для обыкновенных людей. В этот раз дорогу вам пересекает не нечистая сила, а обыкновенные разбойники. Николай бесстрашно выходит навстречу разбойнику, но замирает на месте. Оказывается, это его старые однополчане. После непродолжительной беседы разбойники скрываются в чаще. Вот так вот. Вы выходите на залитое лунным светом старое кладбище. Покосившиеся деревянные надгробия стоят во мраке, словно застывший полк солдат, вперевший в вас свои пустые глаза. Вы вспоминаете, что на этом кладбище похоронили бабку Маньку, которая была известной в округе колдуньей и котницей. Вы осматриваете притихшее кладбище и чувствуете озноб. Верный признак присутствия нечистой силы. Одна из могил раскопана, словно здесь побывал зверь. Вы подходите ближе и, споткнувшись, облокачиваетесь на крест. Вам становится ясно, что старая котница посадила своих чертей в надгробии. Ммм. Но они слабенькие. Он смотри, это вот так делается. Раз. Да. Ммм. Продолжение следует... Чарочка. До свидания, мальчик. Поехали. Поехали. Наконец, вы добираетесь до родной деревни подмененной невесты. Немногочисленные избы ютятся среди мрачных елей. Вы чувствуете присутствие нечистой силы, да и черная книга, кажется, дрожит в нетерпении. Вскоре вы находите избу, рядом с которой нечисть ощущается сильнее всего. Приблизившись, вы слышите ее пронзительные крики, доносящиеся изнутри. Невеста кусает губы и переминается с ноги на ногу. Вы вздыхаете. Первый шаг предстоит сделать вам. Кто тут по ночам шастает? И так лялька уснуть не может. Че за девки? Че надо-то? Ребенок твой нежить. Сейчас сама увидишь. В люльке лежит подмены шапдерихи, обернувшейся младенцем. Как заставить его принять настоящий облик? Подмены шабанная вещь может заменить ребенка на осиновое полено. Если неправильно вести себя в бане, допустить ребенку. Такие бесполенья выглядят точно как дети, но они вырастают. Пишите природу подобное существо, можно накинув его через прок или через плечо. Вы поднимаете младенца и быстрым движением швыряйте его через плечо. Ой, царство Иисусова! Че ты творишь-то векшится? Смотри, кого ростишь! На месте рыдающего младенца оказывается деревянное полено. В сторону! На печи спрячьтесь! Только мать с дочкой успевают спрятаться, как осиновое полено нападает. Мальчик, ты уверен, что ты хочешь драться? Охуенно! Цифра хорошая, цифра хорошая. Так. Ну, собственно, раз. Давай. Терес, черес. Здесь. Ножди-ка. мне нравится почему у нас яд почему у нас я тут вот а Аааа. Чего? Угу. 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 Ну вот садко еще защиты хочешь эти не многовато ли мальчик но этот добьем уже 20 кто там 6 все до свидания до свидания невеста объясняет своей матери кто она такая они обнимают друг друга остается только догадываться что могут чувствовать люди потерявшие 18 лет тем временем осиновая полена превращается в черный дым и влетает в черную книгу у вас внезапно закружилась голова и все вокруг исчезает во всполохах пламени погружаясь во мрак но обещать новая печать у нас открыто нас печатать лицом новая печать вообще-то сам открыто теперь впечатляет всего неделя и вот ты снова здесь осталось открыть печать ведь я говорил что не ошибся в себе что мне теперь то делать где следующую нечисть искать разве ты не справишься сама у других на открытие печати уходили годы десятилетия следующая печать как ты знаешь водяная ну уж водяного найти будет несложно в ваших-то краях а кто до меня печать это открывал великие люди которые стали еще сильнее когда прочли книгу до конца черная книга исполняет желание можно загадать любое подумай какое будет у тебя что с поленом тем стало почему его в книгу затянула ты же не думала что желание сбываются просто так пламени необходимо топлива некоторая нечисть исчезает поглощенная книгой другая обладает силой достаточной для открытия печати почему печати пасами то закрыты ее пермики что ли написали конечно нет книга меняет форму думаю она проверяла вас но что для такой колдуньи парочка чудских символов пустяк кто ты такой и почему меня в эту дыру тянешь уж не скормите ли мне тебя черной книги и потерять такого ценного по все твои заговоры я иначе они не были бы такими сильными свой час ты все узнаешь это все что ты хотела у меня спросить хорошо я отпускаю тебя встретимся когда откроешь водяную печать но на твоем месте я бы подумал о чем при следующей встрече говорить с таким ценным помощником как я но нам эти показали глава 2 как к воде нового власть хосик да уж это нам показали адыки и спойлер чуть интересно но там первого мы закончили очнись вася василиса дед ну очухалась ты как сюда попала миг назад никого в избе не было вы рассказываете деду и гору об очередной встрече с чертом значит открыли 2 то печать теперь стало быть черед за водяной молодец вася молодец глядишь и справимся ну отдохни пока а потом снова в дорогу нам здесь остановимся с тобой теперь так длина получилась всем за просмотр увидимся следующих сериях давайте пока 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 пока